Всем привет, друзья! Я Алексей Загребельный, вы находитесь на моем канале. И сегодняшнее видео, это даже не перезалив, а пересъемка. Пересъемка по причине того, что в 26 марта 2017 года, когда снималось видео по этой теме, у меня оно просто оказалось запорным. То есть там очень прошивое качество было, я его не публиковал. Переснять я его на тот момент не мог, потому что коряжка, про которую шла речь в видео, она пошла во флорариум. Но сегодня я привез другую коряжку. И из старого видео я все-таки буду какие-то вставлять видеонарезки, кадры небольшие, кусочки, для того, чтобы показать, как выглядела или выглядит вторая коряга. Значит, бывает такая ситуация, когда вы не можете найти корягу нужной конфигурации. Вот вы у себя в голове прорисовали определенную конструкцию, да, как она будет выглядеть. Приходите за магазин, ее просто-напросто нет. Есть там отдаленно похожее, да, но это не то, и как ее там допилить, доделать, вы не знаете. И вот так вот катаетесь, 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 тратите время, деньги на поездку, вот, и все безрезультатно. Бывает также еще ситуация, когда вы нашли коряшку, да, но она, допустим, довольно-таки крупная для того, чтобы провалить ее с солью, чтобы она стала тяжелее и не всплывала. А нагромождение камней, которые обычно там эскейперы кладут поверх, ну, вам лично самим может им не нравиться. Или, допустим, камни могут развалиться, свалиться с этих коряк, тоже их надо уметь закрепить. Вот, то есть много чего, и вот они всплывают, всплывают, вот, и за собой тащат грунт, все это пылит, коптит на весь аквариум. Вот, на просторах интернета, тогда же еще в 2017 году, по-моему, в январе, вот, я обнаружил очень интересную тему, которую я хочу сегодня с вами поделиться. Значит, как создать коряги? Я тоже в свое время создавал два аквариума, Аквапокалипсис-1 и Аквапокалипсис-2. И для них мне тоже нужны были коряги. В соседних зоомагазинах я просто найти нужные не мог. Вот, кататься там по всей Москве тоже не имелось такой возможности. У меня был в дом маленький ребенок, и с ним тоже надо было сидеть. Вот, поэтому я вспомнил, что у меня есть запасы коряг, небольших коряжек, которые мне прислал Алексей Волков. Вот, они маленькие, но из них можно было составить коряг какую-то, да? Как раз вот эта тема мне очень помогла составить цельную композицию для использования в аквариуме. Но не буду вас томить. Значит, смотрите, ребята. Это цемент, то есть цементирование, коряг, вот и все. То есть есть некий грузик, да, цемент, опускаются коряги, коряги застывают в них, цемент тяжелый, не дает он всплыть, плюс сверху еще грунт, и, собственно говоря, вуаля, все работает как часы. Вот, есть вот, это из первого аквапокалипсиса, вот еще коряга, которая основная в этой же композиции была. Вот так они, по-моему, размещались. Ну, да, вот так вот. Значит, аквариумы уже давно расформированы, просто сегодня разбирался на балконе и вот обнаружил, решил вам сегодня показать. Значит, коряги заливались сразу в аквариуме, то есть ставились под них лоточки, в тех местах, где должны быть коряги, ставились лоточки. Вот маленький салатный лоточек, вот по форме, собственно говоря, он тут и видно. Вот. Вот. Заливка производилась напрямую, как уже говорил, в аквариуме, то есть ставился лоток, заливалось небольшое количество цементной смеси и устанавливались коряшки, чтобы они держали форму, не падали, вот, и были в итоге нужной конфигурации. Я просто скотчем крепил к стенкам аквариума, то есть вот так вот просто все. Значит, в случае, если коряга не доходила до лотка или не влезала в лоток, такое тоже может быть. Вот. Не надо брать большие лотки, я, по-первых, вот сейчас на видео показываю вам, основа огромная, от нее еще потом пытались срезать излишние куски, просто толстым слоем, я в свое время свои первые вот эти вот коряги заливал толстым слоем, получилось очень громоздко, очень тяжело. Вот. И в аквариуме такая конструкция, ну, излишняя, просто излишне тяжелая. Вот. Когда не достают, вот показываю, тут есть щель, значит, в коряги ввинчиваются самолезы, небольшие отверстия просверливаете тонкие, там где-то 2 мм толщиной, значит, и ввинчиваете самолезы. А в цементную смесь уже с шляпки идут. То есть шляпка устанавливается в саму цементную смесь, все это дело потом застывает и ничего не всплывает. Так же, как вот, допустим, коряга вот эта вот большая, она лежит на первой и к ней тоже прикручена самолезом. Вот. Поскольку у меня все вот это вот заполнялось грунтом, то самолезы ржавели, они ржавели, да, они ржавели в самом грунте. И в воду ржавчина вот эта железа не попадала, и, соответственно, проблем с ничитыми водорослями у вас не будет. Если у вас такой нет возможности прикрыть грунтом самолезы, ребят, лучше не пробуйте. Таким образом составлять коряги. Вот. То есть у меня это еще, кстати говоря, поскольку цемент, он состоит из кальциевых составляющих, кальцисодержащих, то они еще использовались, вернее, выполняли роль препятствия закисанию грунта, потому что грунт в моих былых аквариумах, аквапокалипсисах, был земляной, на основе земли. Земля не сквашивалась заранее, то есть она укладывалась свежей, там были дополнительные подстраховочные добавки, но все равно вот как раз основную роль вот этого препятствия закисанию выполняли именно цементные основы. Вот. Ну и плюс под цемент необходимо укладывать подложку, то есть под вот эти вот грузики вам необходимо поставить, положить какой-нибудь там спиненый полиуретанчик, там любой толщины, там 3 мм, 5 мм. У меня толстые подложки, там по сантиметру использовались, из листового спиненого полиуретана, там сантиметр, по-моему, толщиной. Вот. Обычно авторов идеи, лайфхаков я называю, но тут такая ситуация, что спустя вот уже больше двух лет прошло, я не смог найти этой страницы, по-моему, это на Акару было. Я могу, конечно, ошибаться, я искал, честно искал, ребят, честно искал. Я извиняюсь перед автором этого метода, этого лайфхака. Простите, что не назвал вас, не опубликовал ссылку на страницу с вашими рекомендациями, с вот этим вот самым методом. Вот, поверьте, это не со зла, то есть извините, пожалуйста. Вот. И огромное вам спасибо, это мне очень сильно помогло, облегчило задачу и запуск самих аквариумов. Ну, а я с вами прощаюсь, ребятушки. Всем пока, хороших, красивых аквариумов и до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok